Дорогие зрители, пусть Всевышний Аллах примет наши посты и поклонения в этом священном месяце. Всевышний говорит в Хуране о том, что мы должны знать ценность многих благ и что они являются великой милостью. Всевышний Аллах сказал в Хуране, «Богатство и дети — украшение мирской жизни». Наш народ говорит, «Одной из радостей жизни являются дети». И Священный Хуран напоминает, что дети, потомство — это радость и украшение в жизни человека. Поэтому наш шариат строго предписывает правильно воспитывать ребёнка поклонению с точки зрения веры, духовности и физической деятельности. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в одном хадисе сказал, «Учите себя, свою семью, своих детей, благому». Это повеление пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Родители несут ответственность за воспитание своих детей, за становление их как набожных, воспитанных и благородных людей. Ещё в одном хадисе посланник Аллах, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Каждый из вас — пастырь». То есть, имеется в виду, что каждый из вас несёт ответственность. В продолжении хадиса говорится, «И каждый из вас будет спрошен за свою паству». То есть, когда мы предстанем перед Аллахом, мы будем спрошены за всё, что было под нашей ответственностью. Далее, в хадисе говорится, «Правитель, который поставлен над людьми, является пастырем для своих подданных и несёт ответственность за свой народ». Затем говорится, «Мужчина является пастырем для своей семьи и несёт ответственность за свою семью, за воспитание своей семьи. Чему мы научили нашу семью и детей? Смогли ли мы научить их нравственности, доброте, милосердию, набожности и знанию? Удалось ли нам привить им чувство патриотизма и желание делать добро другим? Вот об этих вещах мы будем спрошены, когда предстанем перед всемогущим. Наши дети, наша семья, став взрослыми в самостоятельной жизни, будут следовать тому, что видели дома. Наш народ говорит, «Вылетевший птенец делает то, что он видел в гнезде». «Если дети будут видеть в семье у своих родителей благонравие, набожность, стремление к знанию и доброту, то они, став взрослыми, будут такими же». В казахской пословице говорится, «Сын, воспитанный отцом, сам смастерит стрелу. Дочь, воспитанная матерью, сама сошьёт шубу». Наш пророк, долуя славит его Аллах и приветствует, в одном хадисе говорит, «Лучшее, что может дать, безвозмездно даровать родитель своему ребёнку, это хорошее воспитание». Поэтому, если человек всё делает для своих детей, обеспечивает их, не позволяет носить порванную одежду и растит их в достатке, но не учит воспитанию, нравственности, доброте и хорошим человеческим качествам, то он ничего не дал своим детям. Пусть Аллах оградит нас от этого. Поэтому, в первую очередь, мы должны уделить внимание воспитанию своих детей. Учителя, школы, детские сады помогают нам в воспитании наших детей. Но в связи с карантином, все перешли на дистанционное обучение в режиме онлайн. Всё это большое испытание для нас, родителей. Кажется, что это испытание от Аллаха для родителей, насколько они могут способствовать воспитанию своих сыновей и дочерей. Поэтому, давайте ежедневно использовать эти 24 часа, когда мы дома с детьми, формируя посредством хорошего воспитания, возникновение благих качеств. Пусть Аллах поможет нам пройти это испытание в целости и сохранности. И давайте ценить наших учителей, педагогов, которые помогают нам вносить вклад в воспитание наших детей. Да хранит их Аллах. По этому случаю, один из наших устазов говорил, «Каждый способен стать родителем, но не каждый способен стать учителем». Сейчас эта ситуация показывает ценность наших учителей. Пусть Всевышний Аллах одарит нас праведным, добросовестным, воспитанным добродетельным потомством. Пусть наше будущее будет светлым. Пусть Всевышний Аллах благословит нас воспитанием богобоязненного поколения, которое признает его как единого. Будет поклоняться только ему, который будет служить нашей стране, земле и родине. До следующих встреч. Будьте в здравии.